Коммунальщикам работы хватает круглый год. Ещё недавно мы рассказывали, как они отчаянно боролись со снежной стихией, а с приходом тепла пересели на более лёгкую технику. И теперь их задача после зимы – привести мытищи в порядок. Безусловно, чистоту на дорогах, в парках и скверах поддерживают круглый год. Но весной хочется, чтобы весь город благоухал вместе с первыми зелёными цветами. На дороге вышли пылесосы, которые обрабатывают и дороги, и тротуары. В субботу будет большой десант трудовой. Это уборка приладковой части, содержание технического тротуара. В субботу выбрано по простой причине – меньше машин, меньше народу, чтобы никому не мешать. И эта работа будет выполнена таким ударным субботничным способом. Параллельно с дорогами чистят тротуары и газоны. Остатки прошлогодней листвы и пожившей травы бережно вычищают садовыми граблями. В парке трудится бригада озеленителей. Первоочередная для них задача – избавить кустарники от сухих веток и создать нужную форму, чтобы с появлением первых цветочков клумбы приобрели нужную геометрическую композицию. В настоящее время ведётся по зелёным насаждениям работа по прогребанию газонов от листвы, уборка мусора, омолаживающая обрезка кустарника и подготовка к высадке клумб и дополнительных кустарников, которые требуют замены. Помимо этого ведётся уборка газонов, детских площадок, готовятся детские площадки, которые требуют какого-то ремонта, либо косметического, либо серьёзного, с реконструкцией. Все эти работы выполняются ежедневно в текущем режиме. Все эти работы предшествуют традиционному субботнику, который ежегодно проходит в апреле и должны быть завершены к середине следующего месяца. Сейчас идёт закупка необходимого инвентаря и посадочных материалов. На работу дворников и озеленителей ситуация с коронавирусом не распространяется. Наоборот, уборка городских пространств – одна из эффективных профилактических мер. Юлия Федориненко, Денис Петров, Первом и Тищенский.